Лечебная реабилитационная кровать-трансформер и мобильный сурдопереводчик. 30 инновационных проектов представили разработчики из Сибири на суд жюри конкурса Open Innovations Startup Tour. Сегодня новаторские идеи оценивали бизнес-эксперты, а также представители фондов Бортника и Сколкова. Что хотят воплотить в жизнь новаторы, расскажет моя коллега Алина Штарк. Вот у меня в руках телефон. Насколько критично в монтированное стекло, насколько у него идеально отрезанный край, и почему сейчас вот это стекло в моем телефоне, в моем телефоне, которое отрезано, чем оно так критически не устраивает? Самсунг все же нормально. Вопрос новизны и эффективности технологии сегодня один из ключевых, и это стартапер должен доказать в своей презентации. Команда Томского госуниверситета разработала собственный способ резких стекол, создав для этого специальный лазер, который инженеры уже запатентовали. Разработчик уверен, инновация дает высокое качество и экономит время. Но пробелы обнаружились в защите проекта. Слабая сторона такая, о которой сказали, это очень маленькая надбавка, за которую я продаю себе стоимость. То есть я делал надбавку 10 тысяч долларов, оказывается, нужно делать было порядка около 100 тысяч долларов. Выступаешь перед очень успешными людьми, и не просто, чтобы они оценили твой проект, а возможно, чтобы кто-то из них стал твоим инвестором, возможно, ментором, помощником. Эксперты принимают всерьез каждую идею. Они рассматривают в год десятки и сотни различных проектов. И чтобы не ошибиться в перспективах реализации, просто обязаны сомневаться, интересоваться любыми деталями. Если они говорят, что нет в мире аналогов, значит нет. Если они говорят, что стекла режутся напильником или ножовкой, значит режутся ножовкой. Но некоторые сомнения это вызывает. Просто вот тот уровень технологий, который я видел на подобных заводах в Китае, ну вот как-то он у меня в голове не ассоциируется с этим. Но поэтому мне сложно оценить перспективы. Инженеры ТГУ подсчитали, их технологии необходимы 40 миллионов рублей инвестиций. И четкое обоснование этого пункта – второе ключевое требование экспертов. Будущий инвестор, будь то частный партнер или институт поддержки, должен понимать, как скоро окупятся его вложения. И так во всех трех треках конкурса. Вот в биомедицинском Юлия Рудченко предлагает инновационное решение в создании эндопротеза таранной кости. Экспертов в первую очередь интересует объем требующихся инвестиций, доходность проекта, а также в чем же заключается ее фишка. Мы предлагаем инновационный продукт, аналогов которого нету. И именно продукт, который сможет быть эффективен в каждой клинической ситуации. Люди смогут сохранить подвижность и восстановить функцию голеностопного сустава и сустава стопы. У победителей сибирского этапа впереди еще один старт-вилледж. Он пройдет на территории Сколково. А уже после определятся резиденты фонда и обещанная финансовая поддержка. От 5 до 150 миллионов рублей. Алина Штарк, Владислав Кочетов. Новости здесь. Томск.